МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» в студии. Ольга Пырычкина. И в этом выпуске. Есть вопрос, есть ответ. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел личный прием граждан. Экология сегодня. Прошел третий экофорум «Зеленая Чувашия». Скрытый патруль. Инспекторы ГИБДД выявляют нарушителей с помощью видеокамеры. Сегодня все телеканалы и информагентства начинают свои выпуски с пресс-конференции президента России Владимира Путина. Не стали исключением и мы. В Москве работала наша съемочная группа. Корреспондент Надежда Яковлева и оператор Андрей Шоклев. Встречаются два приятеля. Один у другого спрашивает, как дела? Тот говорит, ну вот как в полоску, черная и белая. Сейчас какая? Сейчас говорит черная. Проходит еще там полгода. Ну как дела? Да, знаю, в полоску. Сейчас-то какая? Сейчас говорит черная. Нет, тогда же была черная. Нет, выясняется, что тогда была белая. Вот у нас примерно такая ситуация. Ответ на первый вопрос Владимир Путин начал с этого анекдота. Его попросили прокомментировать нынешнюю ситуацию в экономике. Руководитель страны подчеркнул, что в прошлом году строили планы, исходя от цены на нефть 100 долларов за баррель. Цена ресурса упала до 38. Но все же пик кризиса, по словам Путина, преодолен. Пресс-конференция президента длилась более трех часов. Некоторым удавалось задать по два и по три вопроса. Основные вопросы, как и предполагалось, касались ситуации вокруг Сирии, отношений с Турцией. Наша страна напрямую заинтересована в мирном урегулировании. Например, наш коллега из Татарстана поинтересовался, как отношения с Турцией могут повлиять на проекты между тюркоязычными народами. Конечно, нужно продолжать свои контакты с близкими нам, этнически. Я говорю нам, потому что тюркоязычные народы России – это часть России. И в этом смысле и турецкий народ, о котором я говорил в послании, как о дружественном нам народе, и другие народы тюркоязычные, они как были нашими партнерами и друзьями, так и остаются. И мы, конечно, будем и должны продолжать с ними контакт. С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно. Даже там и тогда, где и когда мы говорим «да, мы согласны», они сбоку или к спину научат нам удары. Были и частные вопросы. Журналисты из Тула обеспокоены судьбой ребенка, пострадавшего во время пожара в больнице. Из Калининграда просят разобраться в ситуации, произошедшей с их коллегой. Курсант пограничного университета ФСБ сбил журналиста на пешеходном переходе, но его не привлекли к ответственности. Впрочем, пресс-конференция Владимира Путина транслировалась в прямом эфире на всю страну, поэтому многие ее успели посмотреть. Напомню, это была 11-я большая пресс-конференция Владимира Путина. В ней приняли участие 1390 журналистов, как региональные, так и федеральные. Работали и представители зарубежных СМИ. Я рада за коллег, которые задавали, на мой взгляд, очень умные, важные и очень объективные вопросы. Хотелось бы, конечно, чтобы ответы были расширеннее, но надеюсь, что в это время мы тоже дождемся. Вам не удалось задать вопрос? Нет, но моя коллега с Калининградой задала, я считаю, что мы поехали не за это точно. Самое положительное, это второй мой год пресс-конференции, я, честно говоря, не ожидала, что удастся задать вопрос, но вот так получилось, удачное истечение обстоятельств, второй ряд, ну вот как-то, видимо, звезды сошлись. Ответ удовлетворил? Да, мы очень долго добивались того, чтобы это дело сдвинулось, несколько раз перекладывалось, менялись следователи, какие-то непонятные были движения со стороны прокуратуры, но я думаю, что после того, как этот вопрос прозвучал и прозвучал ответ на этот вопрос, я думаю, что что-то изменится, да, в лучшую сторону. По мере лет они становятся все более упорядочными, но и все более напоминают конкурс КВН, эти плакаты, все эти одежды пестрые. Думается, что все-таки журналистское сообщество должно быть несколько более серьезное, не превращать такое мероприятие, которое бывает раз в году в цирк. А вопросы-ответы как оцениваете? Вопросы-ответы деловые, хотя по сравнению, допустим, с прошлой пресс-конференцией, все было менее остро. Но может быть, потому что и менее острая все-таки ситуация, несмотря на все ее минусы. Какие еще меры должны предпринять власть и общество, чтобы создать детям условия для гармоничного развития? Насколько эффективны шаги, уже сделанные в этом направлении? Об этом говорили на седании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Какие интересы у современных детей? Принято считать, что совсем не такие, какие были у их мам и пап, бабушек и дедушек в таком же возрасте. Ну, хотя бы потому, что прежде одним из самых популярных способов организации досуга было чтение. К сожалению, меньше, чем за полвека Россия сдала свои позиции самой читающей страны. Исправить ситуацию был призван Год литературы и в поддержку ему Год Константина Иванова. В Чувашии разработана специальная инновационная программа развития интереса к чтению, которая уже принесла результаты. Проведены более 5000 мероприятий, из них приняло участие свыше 200 тысяч человек, реализованы около 50 масштабных социально-культурных проектов. Среди них международный проект Национальной библиотеки Чувашской республики «Читаем Нарспи», который объединяет более 120 участников из 29 стран мира и 45 городов России. Это Россия, Китай, Франция, США и других стран. Объединением библиотеки города Чебоксары совместно с издательством архив мировой литературы создан аудиокнига Нарспи на русском и чувашском языках, которую озвучил известный российский актер, как вы знаете, Михаил Ефремов. Воспитание любви к чтению – лишь одна часть целого комплекса мер, необходимого для развития ребенка. Важно, чтобы юный гражданин рос в комфортной психологической среде, понимая, что с ним связаны большие надежды. Психологически люди по-другому смотрят вообще на жизнь, не только на работу, на отношения, на взаимоотношения, ибо от этого зависит успех каждого человека, успех каждой семьи и успех в целом нашего общества, жителей Чувашской республики. Отдельное внимание физическому состоянию. Значительные материальные и человеческие ресурсы направлены на охрану материнства и детства. С самого раннего возраста ребята в Чувашии находятся под пристальным наблюдением высококвалифицированных врачей. Благодаря ежегодной диспансеризации почти 90% детей и подростков сегодня имеют первую или вторую группу здоровья. В Чувашии сокращаются учреждения по воспитанию детей-сирот. С каждым годом все больше семей усыновляют и удочеряют детей. Сегодня уже 3000 ребят воспитываются в приемных семьях. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился сегодня с председателем Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолия Максаков. В феврале 2016 года в Чебоксарах состоится выездное заседание Комитета Госдумы России по теме развития малого и среднего предпринимательства в регионах России. Михаил Игнатьев и Анатолий Аксаков обсудили вопросы проведения столь масштабного мероприятия. Мы с удовольствием создадим все эти условия по работе, потому что для нас это интересно, для нас это полезно. И федеральные государственные деятели, и представители министерств будут тем более тем интересны развитие малого и среднего бизнеса. Мы тесно взаимодействуем с председателем правительства, с министрами, и я считаю, что это будет приносить свои плоды. Онкологический центр профинансированный, моя поправка в том числе там. И я считаю, что это очень хорошо. Ставьте задачи, мы будем там максимально выполнять для того, чтобы помогать республике. Выездное заседание комитета на развитии малого и среднего бизнеса я очень практично хочу провести. Хочу с руководителями бизнеса предварительно проработать, чтобы проверка. Ну, Фомичев будет отменный эконом-родитель, замминистра, он курирует эту тему. Чтобы прямо здесь уже практически, да, порешали вопросы, связанные с конкретными проектами. Стороны сошлись во мнении, что выездное заседание может стать не только хорошей дискуссионной площадкой для обсуждения проблем создания благоприятного инвестиционного климата в регионе, но и позволит презентовать перспективные и инновационные проекты представителей малого и среднего бизнеса. В республике зарегистрировано 360 тысяч пенсионеров, 107 тысяч федеральных льготников и 65 тысяч семей с детьми, имеющих право на материнский капитал. Все они обслуживаются отделением пенсионного фонда России в Чувашии. Сегодня в Чебоксарах отметили 25 лет со дня образования фонда. В пенсионном фонде работают творческие люди. Это легко увидеть, заглянув на выставку, развернутую в фойе Дворца детского и юношеского творчества. Сотрудники, да? Да, сами сделаем. Все здорово? Ну, какие вы? Пожалуйста, экспозиции, да? Да. Пенсионный фонд предоставляет широкие возможности для получения услуг в электронном виде, не выходя из дома. Назначение пенсии и выбор способа ее доставки через интернет стало реальностью. Более тысячи жителей Чувашии воспользовались этой современной услугой. Таковы первые результаты пилотного проекта. С помощью электронных сервисов теперь можно предварительно записаться на прием и заказать документы. А в личном кабинете на сайте пенсионного фонда можно узнать о своем стаже и количестве заработанных пенсионных баллов, периодах трудовой деятельности, размере начисленных страховых взносов и рассчитать будущую пенсию с помощью пенсионного калькулятора. Для того, чтобы повысить качество услуг, надежность работы информационных систем и сократить управленческий аппарат, отделение пенсионного фонда разработало специальную концепцию. Проекту достоился награды всероссийского конкурса. На лицевых счетах каждого застрахованного лица в пенсионном фонде стали учитываться пенсионные права. Система персонифицированного учета позволила решить главную задачу пенсионной реформы вовлечение граждан в процесс формирования будущей пенсии путем информирования о состоянии лицевого счета и предоставления права выбора формирования пенсионных накоплений. Пенсионный фонд России софинансирует социальные программы регионов. За 15 лет ПФР в Чувашии перечислил в бюджет 273 миллиона рублей. За счет средств пенсионного фонда отремонтированы и оснащены новым оборудованием учреждения социального обслуживания населения. Приобретены автомобили для мобильных социальных бригад. Дорогие друзья, поздравляю вас с 25-летием образования пенсионного фонда Российской Федерации. Миссию прежде всего по расчету, то что здесь Роза Алексеевна сказала, по подсчету со дня рождения гражданина Российской Федерации и до смерти практически ведете определенный рейстр. Эту работу проводите вы прежде всего 1200 сотрудников отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике. Поэтому я благодарен вам за результативную работу, за эффективный труд на благо наших пенсионеров и на благо Чувашской Республики. Более половины сотрудников Пенсионного фонда в Чуваши – опытные работники со стажем свыше 10 лет. Ноги удостойны государственных и ведомственных наград за профессионализм. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. Михаил Игнатьев провел прием граждан по личным вопросам. Со своими просьбами и предложениями к главе обратились люди со всей республики. В Чубаксарах активно строятся новые жилые дома. В первую очередь их постояльцами становятся молодые семьи. Татьяна Федорова недавно переехала в Ольгешево. Но ребенка все еще приходится возить в детский сад в другой район города. Семья интересуется, скоро ли появится садик рядом с домом. Я могу сказать ответственно. Проект на спин документации типовая у нас есть. Сегодня город выкупил, по сути дела. Земельный участок там определен. Это уже два плюса. Хороший. Третий плюс. Мы должны в бюджете деньги предусмотреть. Город со своей линией. Потому что городской бюджет, он, как бы сказать, формируется депутатами собрания депутатов. Глава города по этой территории, по этому микрорайону является депутатом городского собрания. Раз черкесов и здесь сказали, вот мы черкесовы озадачим, возьмем на контроль. С региональным бюджетом мы будем помогать, оказывать содействие. Для того, чтобы, может быть, минимально там или в среднем на 240 мест, или сейчас получается даже у нас на 290 мест построим садик. Конечно, ввести в эксплуатацию в 2016 году я пока не скажу, но строить начнем в 2016 году. У жителей юго-западного района Чебоксар проблема другая. Рядом нет больницы, которая способна принять большое количество пациентов. У нас вопрос поднимает население. Очень далеко ездит на Николаево, городскую больницу номер один. Через полгорода, можно сказать, ездим туда. И это тяжелый больной вопрос. Сейчас мы с такой просьбой пришли, чтобы как-нибудь нам найти помещение для офиса врача общей практики. Почти одна тысяча квадратных метров появляется на первом этаже детской поликлиники. Здесь, с учетом того, что койки перевели в другие больницы, освобождается вот этот первый этаж. И на первом этаже мы будем открывать офис, о чем сейчас вы говорите, для того, чтобы люди не мучились, не ездили в другие микрорайоны. Реально мы можем это все сделать, но может быть к сентябрю. На приеме обсудили вопросы строительства сельских клубов, обновления парков школьных автобусов. В завершение приема к Михаилу Игнатьеву обратилась семья Колесниковых из села Маргауши, которая воспитывает шестерых детей. У ребятишек была мечта попасть на елку главы республики. И в этом году их желание осуществится. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. 60 квадратных метров на 7 человек. Так приходилось жить в многодетной семье Волковых из Канарского района. Летом они были на приеме у главы Чуваши, рассказали о ситуации и в преддверии Нового года получили радостное известие. Совсем скоро Волково справит новоселье. Да, походи. Сейчас, да. Семья? Да. Ну, приятно. С какой стороны? Выходите. Семья Волковых из Канарского района воспитывает пятерых детей. В очередь на жилье встали давно, однако долгое время ВОЗ с места не двигался. Что говорят в администрации вам по данному вопросу? Ждете уже? Ждете, да? Ждете. Стоим, как говорят, на первом месте. Ну, да. Первый, да, в очередной. Первый, да. Мы каждый год проверяем эту информацию, чтобы быть вкусным. В делах 65 и 66 годов мы будем представлять по выделенным средствам. Средства мы районно выделяем, соответственно. И на основании этого администрация района уже обеспечит вам соответствующий квартет. Поэтому к Сафрону или его записителю надо обратиться. Мы сейчас карточку полностью оформляем, возьмем этот вопрос на контроль. Ну, к Новому году, если вот никаких проблем не возникнет, я там получу. Теперь у семьи много других хлопот, приятных. Какие выбрать обои, подобрать к ним шторы. Накануне для них достроили новый дом. В этом году четыре семьи у нас приобретут жилье по договору социального найма. И сейчас мы находимся в доме по семье Волков, которые тоже получают, согласно этой программе, жилье. 25 декабря планируется оформить договор социального найма. И эта семья должна будет уже заселиться. Насчет этого дома у нас большие, конечно, планы. У детей, у каждого будет своя комната. У девочек, конечно, одна. Сад большой будет рядом. Бани, конечно. В следующем году переехать в новые дома смогут еще три многодетные семьи, живущие в Канажском районе. Средства из республиканского бюджета на эти цели уже выделены. Куда выбрасывать батарейки? Сколько лет разлагается пластик? Как бороться с мусором на улице? Эти и другие вопросы сегодня обсуждали на ежегодном форуме «Зеленая Чувашия». Ежегодно человечество выбрасывает миллионы тонн мусора. И зачастую абсолютно не задумываясь о последствиях. А они могут быть очень печальными. Специалисты бьют тревогу. Защитить окружающую среду и повысить уровень экологической культуры – такие задачи ставят перед собой участники форума «Зеленая Чувашия». На подобных встречах подводят итоги года, обсуждают нерешенные проблемы. И, конечно же, награждают отличившихся. Сотни жителей республики участвуют в различных экологических конкурсах и акциях. В этом году большой интерес вызвал сбор макулатуры. Бумагу собирали мы везде. По городу, у бабушек, у дедушек собирали. Мне хочется еще отметить, с каким большим интересом отнестись к этому делу наши родители. Соревновались, можно сказать, с большим воодушевлением. И в итоге мои второклассники собрали две тонны макулатуры. А в общей сложности по школе у нас получилось 10 тонн. Воспитанники Дворца детского творчества провели мастер-класс под названием «Вторая жизнь старых вещей». Ребята рассказывали, что пластик, например, разлагается больше сотни лет. Артутные лампы и современные батарейки после истечения срока годности выделяют вредные химические вещества. Поэтому выбрасывать подобные вещи нельзя. Их надо сдавать специализированные пункты приема. Расширяются площадки на сегодняшний день в городе Чубаксара по приему вторичного сырья, где вот эту тару тоже можно будет сдать, даже продать. Заботиться о среде, в которой мы живем, нельзя от акции к акции. Защита должна быть постоянной. Неравнодушные люди могут принять участие в общественном движении под тегами «Зеленая Чувашия» и «Доброе эко-дело». Только от нас зависит, что достанется будущему поколению. Тонны мусора или же «Зеленые леса» и чистый воздух. Екатерина Куприна, Леона Алтухова, Игорь Зверев, Республика. Появляются нарушения в тайне от водителей. На улицах Чубаксара появились скрытые патрули. За один день благодаря им в столице республики составляются десятки протоколов. Сегодня в рейд с экипажем ГИБДД отправилась и наша съемочная группа. Улицы города они патрулируют на ничем не примечательных машинах. На автомобилях нет ни проблесковых маячков, ни познавательных наклеек. Экипажи ДПС вооружены видеокамерой. Запись не прерывается ни на секунду. Только эти кадры могут стать доказательством того, что водитель нарушил правила. Информация о нарушителе передана всем ближайшим постам. Водитель этой маршрутки проехал на запрещающий сигнал светофора. Но даже после просмотра видео со своим участием он отказывается подписывать протокол. Вы мне запись покажите, пожалуйста, с самого начала. Как я туда подъехал? Видеозапись имеется? Имеете право? Нет, вот вы мне покажите запись, которую я... Вот я вам показываю. Вы мне показываете, когда я стою на остановке. Вы не стоите, вы приезжаете. Вы не ругаетесь? Я не ругаюсь. Я стою на остановке. Вы мне показываете момент, когда я стою на остановке. Я ничего не буду подписывать. Инспекторы говорят, что видеокадры все-таки станут железным доказательством его вины. Чаще всего, отмечают ГИБДД, составляют протоколы на водителей маршрутных такси. В первую очередь, значит, под скрытый контроль попадают, соответственно, водители, осуществляющие разговор по телефону, без использования специального устройства, позволяющего вести разговор без пользования рук. Почему? Потому что, отвлекаясь на телефонные разговоры, значит, бдительность водительского состава значительно снижается, чем может послужить потом совершение дорожно-транспортных происшествий. Скрытые экипажи ДПС появились в республике этой осенью. ГИБДД говорят, что новый метод патрулирования улицы доказал свою эффективность. Тогда, когда водительский состав видит на проезжей части нахождение инспектора ДПС, либо знает, где установлена камера фото-видео фиксации, они начинают сбавлять скорость. После чего, значит, после проезда данных либо инспекторов ДПС, либо камер, опять, скажем так, отходит от соблюдения правил дорожного движения. В ближайшее время количество скрытых патрулей на дорогах города планируют увеличить. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Анастасия Лонгина, Игорь Зверев, Республика. 16 декабря во Дворце культуры тракторостроителей Таванрадио отметила свой второй день рождения. Два года назад на волне 100 и 3FM начал свое обещание радиоканал совершенно новым для нашего города форматом, целью которого стало собрать в своем эфире лучшие из мира современной российской и чувашской музыки. Больше тысячи гостей собралось в зале ДК «Тракторостроителей» в Чебоксарах на праздничный концерт, посвященный двухлетию Таванрадио. В течение трех с половиной часов на сцене выступали звезды чувашской эстрады. Репертуар праздничного концерта выбирали радиослушатели. Песни именно этих исполнителей они чаще всего слушали в эфире станции. Старинные, народные, современные, только что созданные организаторы постарались учесть вкус каждого слушателя. Все участники концерта получили дипломы в специальных номинациях. Послушать любимую музыку пришел и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Более 140 человек в Чувашии ежедневно обращаются к стоматологу. На территории нашей республики расширяется сеть медицинских учреждений. В поселке Ольгешево открылась новая стоматологическая поликлиника. Репортаж об этом далее. Я с вами прощаюсь. До свидания. Улыбайтесь чаще. Это вам идет. Так звучит девиз городской стоматологической поликлиники. Теперь проверить или вылечить свои зубы жители поселка Ольгешево могут, не выезжая за его пределы. Именно здесь открылось новое отделение городской стоматологии. Сегодня можно сказать действительно на территории Чувашской республики исторических событий, когда государственная клиника, прилечая кредитные средства, выкупив здание, открывает поликлинику. Данное стоматологическое отделение раньше входило в структуру городской больницы номер 7 Южного поселка. Там работала всего лишь терапевтическая служба. А сегодня это полноценная поликлиника и взрослая, и детская, и хирургия, и ортопедия, и ортодонтия, и, конечно же, современная диагностика. Лечение и реставрация зубов с использованием современных методов анестезии, все виды зубопротезирования, детальная имплантация, компьютерная рентген-диагностика. В поликлинике огромный комплекс услуг. Лечебные кабинеты оборудованы современными стоматологическими установками. Раньше о таком оборудовании можно было только мечтать. Человека узнавали, потому что у него золотые зубы. Значит, из России, из Советского Союза. И мечта была каким-то образом догнать за границу. Ну вот я уже вижу, о каком речи догнать, когда, мне кажется, скоро будут приезжать учиться у наших стоматологов. В поликлинике не забыли и про своих самых юных пациентах. Для них предусмотрен игровой уголок, что не может не радовать родителей. Только что зашли в детский кабинет, ребенок посмотрел мультики, книжку, очень понравилось ему. Захотел тоже придется сюда зубы лечить обязательно. Очень удобно, потому что никуда не нужно ехать далеко, в центр города, или в северо-западный, или в другой район. Практически в шаговой доступности находится. Мы сами живем в Альгешево. И взрослый прием, и детский прием, даже ортодонтия, ортопеды, хирурги получается. Можно спокойно прийти, записаться, вылечиться. Мы видим, насколько хорошо и красиво здесь все сделано. И это только первый шаг. Вторым шагом будет открытие детской поликлиники. И хотелось бы, чтобы она была тоже, и я думаю, что она будет вот тоже такая же красивая и современная. И следующий этап – это открытие взрослой поликлиники. По плану детская поликлиника распахнет свои двери в День защиты детей 1 июня следующего года. Взрослая же откроется в августе-сентябре. Кстати, в столичных микрорайонах Садовый и Новый город тоже планируют открыть подобные поликлиники. Субтитры создавал DimaTorzok